Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 мая, 6 утра, 12 градусов. У нас, я вчера показывала такое страшное темное небо, говорила, что возможно будет град или дождь. Ветер к вечеру был такой, как похож на штормовой. Кружило-кружило нас. Я вот тут даже не успела все томаты подвязать, убежала. Томаты все вот так вот мотылялись. Но ни дождя, ни града, ничего так и не выпало. Куда-то все разнесло. Короче, дождя мы не дождались. Ну, может, это и хорошо. Я вот полила сама, капельный полив включила, раз дождя нет, все. И знаете, какой парадокс? Вот сейчас в 6 утра 12 градусов, в 9 будет уже 11 градусов. Я в Яндексе смотрю, выставлена, ну, это температура. А в 10 утра уже будет 10 градусов, то есть днем, наоборот, идет на понижение. И ночью будет 6 градусов. Но так как у нас синоптики ошибаются, то, возможно, не 6, а будет, может, даже и 4, и 3. Главное, чтобы не было минуса. У меня вот томаты уже взрослые, 3 градуса они, конечно, переживут. И, опять же, нужно искать плюсы плохой такой пасмурной погоды. Вот в такую погоду, в холодную, я могу сейчас пойти окучить сегодня, например, картошку. У нас еще одно такое редкостное явление, когда в мае мне уже придется окучивать картошку, потому что было тепло, она выросла. Мы всегда окучивали в конце июня или в начале июля. Сейчас придется окучивать в конце мая. Идем с огромным опережением. Главное, чтобы нам природа какой-нибудь такой неприятный сюрприз не подстроила в виде мороза в июне или в июле, что раз все перевернулось, наоборот. Не могу не сказать про вчерашний видеоролик, про подкормку. Когда я рассказывала о графике подкормок, возможно, не все люди понимают. Ну как, не могу, наверное, донести до всех людей мысль свою. Вот сегодня прочитала комментарии Людмилы Шляховой, что 5 подкормок – это зачем? Столько химии. Я выращиваю себе 120 корней, ложку золы и поливаю, и все хорошо. Зачем химию? Но вы, наверное, не слышите, что я сказала то же самое, что у меня иногда бывает, что я даже не успеваю подкормить. Вот я как говорила, я уже первую пропустила, если как нормально выращивать по графику, вторую пропустила, возможно, третью пропущу. Я тоже иногда бывает обхожусь ложкой золы или потом припудриваю золу. Но вы не равняйте по себе, понимаете? Есть такие участки и такие территории, такой грунт, где без дополнительных подкормок у людей ничего не вырастает. У нас ведь у всех разные условия. Да, хорошо, мне я вот осенью сюда навозила перегноя, навозила земли свежие. Я могу не делать вообще подкормок. Я-то рассказываю, люди спрашивают, тот, кто хочет подкормить, когда и в какой период подкармливать, сколько нужно раз подкармливать. Если человек интересуется, я это и рассказываю. Это не значит, что делаю я так. И это не значит, что нужно всем так делать. Я еще специально во время видео сказала, что подкормки это индивидуальное, это у всех разное. Кто-то обойдется одной подкормкой, кто-то вообще не будет делать, а кому-то потребуется и все пять. И вы не забывайте, что подкормка, как вы говорите, зачем столько химии? Она делается из расчета 1 грамм вот этого вот минерального удобрения на растение. Это не значит, если вы делаете подкормку, что вы прямо так вот ведрами туда льете. Вы всего, если у вас, например, 100 томатов, вы, может быть, всего 100 грамм на весь огород. Ну, короче, это такие рассуждения, о которых можно спорить, хоть сколько делать подкормку или нет. Если кто-то не делает подкормку, и так все вырастает, очень прекрасно. А что делать тем, еще раз повторю, у кого такие районы, такие почвы, вот, например, если песчаная почва бедная, если там не подкармливать, там нет ничего. И весь год ходить, ухаживать за томатом, чтобы вырастить 2-3 плода, тоже обидно. Но, поверьте, и люди подкармливают, и подкармливают и минеральными удобрениями. Я еще вчера сказала, что лучше чередовать минеральное и органическое. Так что тут это сколько людей, столько мнений. И еще по этому же поводу, вот Мееркан Габдулина написала, что вы нам все показываете, погоду и погоду, лучше расскажите об агротехнике. Но вы понимаете, Мееркан, я показываю то, что я делаю. Если я пока еще не делала ни одной подкормки, и никакой агротехники у меня еще не было, что я вам могу показать? Май месяц. Я еще ничем не занималась. Я пока что только высаживаю, и пока у нас самая актуальная тема – это погода. Пока мы только спасаем свои растения от погоды. Вот сейчас спасаем от жары, в следующие 3 дня будем спасать от холода. Вся агротехника у нас, вот Сибирский регион, Алтайский край, начинается только в июне, когда мы можем расслабиться и сказать, фу, ну в этом году пронесло, морозов больше не будет. И тогда уже начнется агротехника. Сейчас ни о какой агротехнике разговоров еще нет. Сейчас мы пока что сидим как в напряжении. У нас еще вот этот тревожный чемоданчик в руках. В крайнем случае, если что-то, то кто-то будет утеплять, кто-то что. Но я, конечно, утеплить уже не могу. Мне муж вчера пришел, сказал, там говорят, у кого-то там минус 2, передают будет погода и что, у нас будет или нет. Ну, короче, тоже на эту тему у них на работе все разговаривают. Что делать, как бы... А я ему сказала, есть вот такое молодежное выражение. Мне поздняк метаться. Я уже ничего не утеплю. Мне можно только сидеть в комнатке и молиться. Боже, пронеси нас стороной вот этот мороз, чтобы не было заморозков. Ну, как я могу утеплить? У меня уже с плодами. А я говорю ему, ну, мне уже все, не отвязать ничего. Такие вот балабушки висят уже, завязи. Ну, будем уповать, как говорили-то, на волю Господа. Все, что будет, то и будет. Вот на эти два вопроса я ответила, которые людей интересуют. Почему я агротехнику не показываю? Потому что еще рановато. Нам еще не до этого. И вот про эту химию. Это личное дело каждого. Люди пишут, аж с тремя вопросительными знаками. Зачем столько химии? Вы не поверите. У меня иногда бывает год или два я вообще ничего не добавляю. Но я не добавляю только из-за того, что мне времени не хватает. Было бы время. Я бы, конечно, им что-то добавила вкусненькое. Потому что все знают, что все эти макро-микроэлементы из почвы вымываются. Еще раз повторю. А мы расположены у нас город на берегу реки. У нас почва вся песчаная. Если бы я не возила каждый год сюда по две машины земли. Машину земля, машину перегной. Раскидываем каждый год. У меня бы вообще здесь ничего не было. Если не возить свежую землю и не добавлять удобрений. Как вот, который возит перегной и говорит, что ходить с пустым ведром будешь. Вот будешь ходить и искать по огороду. Где, может быть, хоть одна помидорка вырастет. Ладно, сейчас последние новости расскажу. Быстренько. Потому что пойду окучивать картофель. Вот как раз в такую холодную погоду, как сегодня, завтра, можно спокойно работать в теплице. Я сегодня буду здесь раскладывать капельные ленты. Муж после работы мне тут сделал новые устройства. Я же говорила, что в этой теплице, которая с подогревом, еще нет даже капельных лент. Потому что после того, как мы подняли вот эти, сделали абордюренные грядки, у нас же раньше было по этой, ну как вровень с землей. А тут пришлось поднимать, делать другие вот эти разводящие-то. Потом поднимать. Он вчера вот дырочку здесь просверлил, вывел мне. И вот только сегодня я капельные ленты разложу. Если бы было, как вчера, за 30 градусов, то тут никакие капельные ленты раскладывать не хотелось бы днем. А сегодня можно все это спокойно сделать. Так как у меня это чудо-теплица первый год, я вот даже не знаю, вот на случай таких вот ураганных ветров, что лучше делать? Закрыть двери и держать закрытыми? Или наоборот, открыть обе двери, чтобы она была продуваемая? Если у кого-то есть, вот пишут, по несколько лет уже эти чудо-теплицы. Напишите в комментариях, как во время, вот у нас сейчас тоже шторм надвигается. Ну, не то, что шторм, а вот передает все МЧС, что будет ветер там сколько-то метров в секунду, чтобы это, ну, чтобы люди знали, что возможно вот такие ветра. Наверное, чтобы сидели дома, чтобы крыши, которые будут слетать, не придавили их. И вот я все расстраиваюсь про эту чудо-теплицу. Она же как парус, она вот так вот трепещется. И мне хочется, чтобы ее сильно-то, нагрузка ветровая, ее сильно не тревожила. И вот лучше, интересно, закрыть все эти входы или держать открытыми. Да, что-то все-таки у нас будет, потому что ветер прям нехороший, деревья полощатся. И мне жалко очень яблоню. Вот смотрите, видите, она у меня полулысая. Во время весеннего шторма, когда вот еще были цветочки, все, у нее оббило вот это вот и цветы, и листья, так ее трепыхало. А сейчас уже хорошие завязи. И я думаю, ну как, что если будет хороший такой шторм, вот как весной у нас был штормовой ветер, опять обобьет ей листья, теперь уже не с цветами, а с завязью. А яблоки уже такие большенькие, хорошие. Конечно, вся эта непогода. Нынче, хоть и многие завидовали нам, что жарко, но после жары все знают, что обычно бывают какие-то вот такие явления, или ураган, или ветер, или град, или еще что-то. И вот мы в преддверии вот этой нехорошей погоды ходим. А ну а ничего сделать не можем, что если сейчас будет, даже если будут яблоки оббивать ветром, ну что сделаешь, ничего не сделаешь. Одни птицы веселятся, поют. С птицами тоже проблема, я уж говорю сыну. Осенью хотели же шифер менять старый, он уже весь заплесневел. Ну куда денутся птицы наши? Там столько гнезд, у нас же все птицы округи живут, мне кажется, в нашем доме. Ну сын говорит, ну куда? Ну придется им новые гнезда, ведь, ну представьте, у птиц будет разрушен дом, ну как у многих птиц будет разрушено много домиков. Мы же уберем шифер вместе с этими, с гнездами, все придется со старыми выбрасывать. Вот сейчас они поют, веселятся, они даже не знают, что осенью их ждет такая беда. А тоже ничего не сделаешь. Что мы из-за птицы старую крышу будем сохранять много лет? Ой, столько неприятностей вокруг. Ладно, желаю вам, чтобы... Во-первых, желаю себе, чтобы нас ураган обошел стороной. Ни о каком граде нам даже не надо думать, нам он не нужен. Нам нужна хорошая погода, чтобы яблочки вот эти сохранились, чтобы внук потом пришел к бабуле, чтобы было хоть чем его угостить. А то все нам сегодня, нынче в этом году, все оббила погода. Вам тоже желаю хорошей погоды, а мне нужно торопиться окучивать картошку. Не знаю, хоть специальный фильм снимай, что в мае месяце в Сибири мы окучиваем картошку. Наверное, это один раз в жизни. Вот все пишут, что кто 20, 30, 40 лет занимался огородом, никогда не было такой жары в Сибири, никогда не было, чтобы в мае уже висели помидоры в открытом грунте. И, конечно, про картошку никогда не было, чтобы окучивать картошку в мае. Вот один раз в жизни мне это удалось, захватить такое явление, очень странное. Хочу еще ответить на вопрос Анны Астаховой. Прочитала вчера комментарий, но вчера я как-то прошла мимо огурцов. Про огурцы, когда будем сеять огурцы в открытом грунте. И объясню, почему я до этого не сеяла огурцы. Я вам показывала, которые огурцы, вот эти вот, из которых я делаю потом огуречную арку. Это огурцы, конечно, для получения раннего урожая. Я их рассадой выращивала, и они будут пораньше. Они сейчас уже разрослись, там уже завязи есть маленькие. Но в открытом грунте огурцы сеять я никогда не тороплюсь, потому что все-таки у нас сибирский регион. И с огурцами проделывать то же самое, что с помидорами, не получится, потому что они более нежные, более теплолюбивые. И все мы знаем уже, наверное, наизусть, что ниже 15 градусов температура для огурцов может быть пагубна. Они останавливаются в росте. А 10, 8 или 6, тем более, вот как сейчас у нас прогноз на ближайшие две ночи, это может быть вообще смерть для огурцов. Поэтому в открытом грунте, в сибирском регионе, вот лично у нас в Алтайском крае, я и там близлежащие соседи высеваем только тогда, когда температура установится уже теплая. Скорее всего, это конец мая или начало июня. Там вот в комментариях где-то даже какой-то праздник указывали. Вот некоторые раньше же по праздникам, например, лук в лукин день, после лукина дня высевали огурцы еще какие-то. Но я этих праздников не знаю. Я знаю точно, что огурцы раньше начала июня лучше не высевать. Если бы я посеяла, например, их 3 дня назад, хотя было 30 градусов, была хорошая температура, все. Они бы взошли, например, за 3 дня, они вполне могут проклюнуться во время жары, если влага. А тут раз 6 градусов всего. И они вот эти молодые росточки, они могли бы погибнуть. Поэтому мы будем ждать, лично я буду сеять только тогда, когда вот этот холодный период пройдет. А скорее всего, даже если бы не было этого холодного периода, я ждала бы до 1 июня и потом уже буду сеять. Сею сухими семенами в грунт, во влажную землю. Просто прикрываю на первые несколько дней, дня два, пленочкой, чтобы грунт не пересыхал. Им обязательно нужно, чтобы было тепло и влажно. Но так как у меня уже есть вот эти огурцы для раннего урожая, я не тороплюсь. Я могу посеять и 1 июня, могу посеять и 5-6 июня, потому что у меня вот эти будут уже плодоносить, а те вроде как попозже. И в открытый грунт мы обычно сеем не гибриды, а сортовые, вот эти засолочные, наши, традиционные, такие как неженские, там, ну, различные простые огурцы. Не знаю, какие буду в этом году сеять. В открытый грунт я тоже много не сею, посею одну луночку. Иногда сею в открытый грунт, так как места мало и в бочке тоже, и в мешке. Но все это будет позже. Запомните, что огурцы теплолюбивые, и они не только теплолюбивые, они очень не холодостойкие. Если томаты, я вот говорила, что плюс 3, я даже не боюсь, с томатами все нормально будет, то с огурцами так не пройдет. Их нужно беречь от холода. И если у вас они уже взошли, ну, надвигается вот 6 градусов, 3 градуса, обязательное укрытие, или нетканкой, или какими-то вот этими 5-литровыми баклажками. Все. Огурцы сеем позже.